Всем привет, друзья, меня зовут Флоки и добро пожаловать на новый ролик по игрушке последний день на земле. Сегодня, как обычно, моя любимая рубрика «Задай вопрос разработчику». Всё уже подготовлено и давайте, пожалуй, начинать с первого вопроса. Все условия вы сами можете прочитать в группе ВКонтакте, а с вопросами я уж с вами поделюсь и как бы выражу тоже своё мнение. В общем-то, начнём. Первый вопрос. Можно ли будет приглашать союзников на свою базу, чтобы хвастаться? Да, конечно же, можно будет, потому что этот вопрос уже был, просто его немножко по-другому сформулировали. Так, второй вопрос. Планируете ли добавлять метательное оружие? Пока в планах только гранаты. Третий вопрос. Можно ли будет продавать ненужный лут за монеты? Только нужный. Так, чё это? Не понял. Это серьёзно, типа, намёк, возможно, на этот ненужный лут, но они пишут только про нужный. Но монеты это реально очень круто, потому что очень много всего ненужного есть, и если продать это всё за монетки, было бы очень даже неплохо. Этот вопрос почему-то только сейчас был добавлен. Мне кажется, давным-давно уже пора было его добавить. Он очень достаточно интересный, и как бы не знаю, почему только сейчас он дошёл до разработчиков. Четвёртый вопрос. Почему бункер Чарльз Зелёный? Он всё ещё под контролем военных, потому что он безопаснее других. Но этот вопрос вообще был в прошлом выпуске этой рубрики, только в Фейсбуке. То есть я его помню, и как бы здесь просто его перевели, и всё, больше ничего нового. Пятый вопрос. Будет ли возможность разводить скот, коровок, там лошадок? Напоминаю, игра называется «Последний день на земле», а не «Последний день на ферме». Может, собачку добавим? И такой смайлик собачке. Ну, понятно. Так, шестой. Станет ли бункер прежним? Ну, если речь о лобби, его мы точно убирать не будем. А насчёт всего остального, как знать, как знать. Ну, здесь снова интрижка, ничего конкретного, и точно ничего сказать я здесь тоже не могу. Седьмой вопрос. Можно ли будет играть по точке доступа? Отличный вопрос, популярный. Кто-нибудь объясните, что вы имеете в виду, а мы в следующем выпуске попробуем ответить. Да блин, Minecraft Pocket Edition. Смотрите, как там по точке доступа все играют, и как бы вы сразу поймёте, о чём идёт речь. Как бы всё просто и понятно. Восьмой вопрос. Можно ли будет переплавлять слитки в монеты? Вряд ли нам такое пока и в голову не приходило, но мало ли. Так, мне кажется, здесь немножко отпечатка, что ли. Не знаю, зачем здесь не. Скорее всего, просто опечатка. Ну, ладно. Так, девятый вопрос. Можно будет создать свою турель? В чертежах она есть, ну, понятное дело, значит, можно будет. Так, а десятый вопрос. Будет ли возможность строить базу вместе с другими игроками? А то, блин, серьёзно, большинство вопросов из прошлого выпуска только в Фейсбуке. Это вообще жёстко на самом деле, чё-то как-то, не знаю, в этот раз особо не густо. Ладно, за три минуты здесь вроде бы управились, идём сразу к другим вопросам, которые у нас в Фейсбуке. Я всё уже перевёл в Google Переводчики, точнее, в Ядекс Переводчики. Потому что он более-менее понятно переводит, и тут сразу есть как бы понятный английский текст. Оу, чёрт, машины на улице шумят. Ну, ладно, поехали. Почему исчезает первый труп с бабла, если умираешь дважды? Так, чё-то не понял. Ну, таковы правила, только последний труп держит весь лут. Будьте осторожны, старайтесь не погибать, если есть риск потерять всё, весь лут, точнее. Имейте это в виду. Бабло здесь имеется в виду как лут. Блин, это странно на самом деле. Ну, вопрос заключался в том, почему с первого трупа как бы остаётся лут, потом ещё раз умираешь, то он пропадает. Это как бы понятно. То есть, сохраняется только самый-самый последний труп. То есть, все, которые были до этого, они не сохраняются. Второй вопрос. Будет ли решена проблема нехватки места в инвентаре? Есть не так много карманов, нет нового рюкзака, ещё это неудобно. Да, проблема будет решена очень скоро, вы увидите. Хорошо. Но это уже более-менее интересно. Третий вопрос. Да, что вы думаете о повышении уровня РПГ до системы? Это не одна из важнейших задач на ближайшее будущее, но, конечно, мы собираемся развивать элементы РПГ в игре. На самом деле, как-то я помню то, что разработчики, наоборот, не хотели делать РПГ в игре. Но сейчас они пишут об обратном, это немножко странно. Так, четвёртый вопрос. А тут что-то как-то странно всё перевелось. А, здесь имеется в виду, можно ли убить этого Биг Вана, точнее Громилу, с помощью оружия ближнего боя. Скажу по секрету, большого теперь можно убить обычным оружием, а некоторые из них делают просто отлично. Смотрите видео на YouTube, как с ним справляются другие игроки. Ну да, это правда. Пятый вопрос. Существует ли система обмена купонами? Нет, мы не собираемся вводить такую систему в игру, но частота их падения, скорее всего, будет пересмотрена. Это очень даже отлично. Шестой вопрос. Почему бункер обновляется каждые три дня? Это не окончательная версия бункера, мы работаем над этим и тестируем вариант. Время было увеличено для игроков, которые не имеют возможности и навыков, чтобы швырнуть его быстро и успешно. С другой стороны, это попытка уменьшить дисбаланс развития персонажа. В любом случае, мы рассматриваем разные версии, ищем идеальную версию для всех. Анализ мнения игроков помогает нам это сделать. Спасибо за участие. На самом деле, мне кажется, что бункер вообще изначально хотели сделать сразу на 7 дней, потому что этажей же будет дофига, и как бы они должны быть, по идее, посложнее. И типа, бункер на самом деле должен быть гораздо больше, чем 3 дня, если, конечно, его усложнят. Так, а седьмой вопрос. Могу ли я украсть транспортные части на базе других игроков на данный момент ботов? Это было бы слишком легко, не так ли? Я думаю, что вы не хотите, чтобы случайный игрок украл ваш бензобак или детали двигателя. Ну да, это верно на самом деле, но я как-то пробовал, мне там подписчики писали, я эти теории проверял давным-давно, месяца 3 назад, и в общем-то я уже об этом все точно знаю. Так, восьмой вопрос. Можно ли будет перемещать, ремонтировать или уничтожать пикап, который находится на базе? В дальнейшем мы поменяем пикап, и вы сможете передвигать его по базе или удалять его, но исправить это не удастся. Серьезно, сколько уже этот вопрос будет в этой рубрике? Я уже устал его читать, раз, наверное, третий-четвертый он уже здесь появляется, это немножко надоело. Ладно. Девятый вопрос. Будет ли изменена торговая система в будущем? У нас есть какие-то некомфортные условия, что-то такое, здесь написано неудобно. Ну да, скорее всего, что-то в этом роде имеется. Да, мы придумали что-то интересное для дилера, но мы не можем раскрыть детали, это секрет. Система изменится не так, как вы думаете. Вот это уже интересно на самом деле. Так, и десятый вопрос. Будет ли расширено базовое местоположение? Почему у меня это все не до конца прогружено? Ладно, странно, на самом деле. Сейчас в Facebook зайдем, и я вам все переведу даже без Google Переводчика. Надеюсь, то что получится. Не знаю. Так, давайте глянем. Может быть, они просто не дописали в Facebook, а я-то все правильно скопировал. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, возможно, уже исправили. Так, показать перевод не нужно. Ага, вот у нас здесь. Так, давайте-ка посмотрим. Ну, вот написано то, что нет, но в дальнейшем, когда будет уже кооператив, вот этот вот онлайн, то тогда база станет гораздо больше, и мы сможем строить какие-то постройки уже именно с друзьями. Или как шелтер переводится, а приют с другом. Все, это типа наш лагерь, вместе с другом мы сможем построить. Ну, собственно, понятно. База при онлайне станет гораздо больше, территория больше, все такое. В общем-то, друзья, на этом вопросы подходят к концу. На этой неделе они были очень такие коротенькие, очень быстрые. Я управился вообще за очень маленькое количество времени. Ну, и, собственно, это была игрушка последний день на земле. Как вы уже поняли, с вами, как обычно, был Роман Флоки. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки, обязательно нажимайте на колокольчик, пишите комментарии. Всем огромное спасибо, удачи и пока-пока.